Сегодня ТАО продолжает повествование о судейской сенсации августа, об осуждении и присуждении нечаянному вересовскому взрывнику Витте Семенову двух лет пенисенциарных северных поселений в Аксарихе и невероятной выплате потерпевшему народу и коммунхозу 1 миллиарда 60 миллионов 320 тысяч и 420 рублей новорусскими деньгами. Судил молодого пролетария из поселка Вересовка, первоуральский судья Сергей Рудик. Подлечившийся нечаянный взрывник на процессе был спокоен, смиренен, ничего не отрицал, каялся вину и иск и признавался цело, но все время напоминал, что миллиард и 60 миллионов, еще 320 тысяч и 420 рублей ему ни в жизни не уплатить, что вообще-то правда. На суде сидели 12 господ вересовцев, потерпевших от происков вредной газовой плиты Витте Семенова и были настроены к Виктору Анатольевичу гуманно, лояльно и благодушно. Дескать, Витя сам подгорел и ушибся от взрыва, но жалко изгубленного добра. Только бабушка Лидия Сергеевна Макарова, у которой от взрыва под бетонной плитой погиб дедушка Макаров, Витя Семенову не сочувствовала. Вообще-то господин Семенов никак не ожидал, что его посадят, но посадили. Еще в зале суда заковали в наручники и ошеломленного увели в караулку. Три недели спустя после конституционной попытки приговор оставлен в силе. Немного предыстории. В роковую ночь 10 октября 95-го Витя Семенов подзарвал родной дом на заводской. Как позже разобрали спецы, у Вити Семенова была газовая плита, топившаяся жиженным газом. Накануне господин Семенов решил, чтобы сэкономить деньги, сам поменять гибкий шланг. Это его и подвело под 1 миллиард убытков. Газ дал течь. Жиженный газ, в отличие от природного, вредоносен по сути. Он тяжелый, оседает внизу. Целый день и полночи он копился в Витиной квартире. И когда господин Семенов после выпивательного ленча с друзьями в 3 часа ночи запалил сигарку в туалете, дом и рванул. Насмерть сгубив дедушку Макарова, опалив самого господина Семенова и разрушив заодно 12 квартир. Треть дома. Все это в совокупности и по тяжести потянуло на 2 года поселений и 1 миллиарда с хвостиком выплат. Это самый громкий судебный процесс августа. Кстати, последний раз к выплате почти таких же денег там было, правда, аж 1,5 миллиарда. Весной 96-го был приговорен екатеринбургский таможенник господин Карпов. Правда, у последнего хоть было что взять и продать. Скажем, 15 тысяч долларов в картонной коробке. Или новую трехкомнатную квартиру и легковушку. У Витя Семенова взрыв унес и квартиру, и весь домашний скарп. Легковушка у него не была вообще.